Девушки отдыхают 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 Еще один раз чисто все Не надо мыла никакого Мыло нужно, когда где-то мазут или что-то попало тебе Бывает такое Вам понятно, нет? Я вам скажу одно дело Был правитель такой в одной стране И звали его Михаил Сергеевич Кто это такой? Не слышали такого? Даже не слышали? Это в школе как-то спросили Сейчас задали, кто такая крупская Ученики один сразу выскочил Ну кто? Кирилл выскочил, я знаю А кто такая? А тот говорит, нет, она предпринимательница Жена Ленина, политический деятель Прошло сколько лет Я вообще не знаю даже, кто жена Ленина И всего она превратилась В предпринимательницу, торгует На шухере стоит Ну как это так? Михаил Сергеевич Это первый президент Советского Союза Это человек, который помог разрушить империю зла Советский Союз Который раскрепостил молву Анекдот Который сделался изгнанником Я абсолютно уверен Это помазанник Божий Помазанник Как Кир Он церкви дал свободу Стань прямо Мы ежедневно молимся за Михаила Сергеевича Он еще живой Еще сердце расположено к этой свободе Что мы имеем До него этого не было ничего Нас каждый год душили Выжимали коммунисты Михаил Сергеевич Горбачев Мы на родине были у него Привольное село Лично ему я послал книги Через человека, который ему там Кто там, я не знаю Там фомб губернатора или кто Надо это помнить Впереди нас прошли такие люди И он однажды сказал Он был очень грамотный У него два высших образования Это надо подумать В 16 лет он получил орден Орден, комбайнером был Это комбайнер А его со всех сторон Клеймят и прочее Люди не оценили его Есть такое стихотворение Евгений Евтушенко Он пишет, говорит Он сделался изгнанником И вся земля для него Как острова Елены Острова Елены что такое? Ну? Его создан Наполеон Да Странно ответило? Да Он везде изгнанник Это фамилия необыкновенная Ее нельзя придумать Вот заметьте Горбачев Ничего особенного Никто не знал А теперь дальше Придет Брежнев Б Горб Б Б Буква Б у него За ним должен быть правитель На букву А Б Андропов Дальше редкая фамилия На счет у нас за них Ч Черненко А то вообще придумать нельзя И следующий четвертый Ельцин В этом порядке Они придут И чтобы в одной фамилии Эти были буквы Не соседи Не футболисты А Единица номер один Генеральный секретарь Президент Царь фактически И чтобы в таком порядке Пришли Это надо Это нельзя Это миллиардные варианты Проигра не получится Как это получилось так? Это мне открыл Только преподаватель космонавта Второй группы Лозин Анатолий Максимович Мы сидели в одной камере С ним Я как увидел Это дело Посмотрел Я понял Что это не случайно Я это там На родине Библиотеки Везде сказал Это знаковая фигура Михаил И говорили Про него в Библии Сказано Михаил В Библии В Библии говорится Михаиле Архангеле И все говорили А там про Михаила Меченова Написано Меченова нет Этого слова Вообще в Библии Нету И вот он однажды сказал Почему я о нем заговорил И он говорит Несметное сокровище Развратили нас Тогда Тоталитарный режим Коммунистический был Такие слова Сказал первое лицо государства Это неслыханная вещь была Только хорошо У нас все хорошо Как у старобрядцев Все хорошо А все гниет Везде мрак Болото Тина Ряска И он это сказал Он разворошил это все И он говорит Мы тратим воды пресной Больше нормы Не упадите только В 70 раз Нужно Одно ведро человеку Допустим на неделю У нас 70 ведер А где-нибудь в мире есть такое Нигде нет такой нации Больше нету Так расточительные действия Почему На каждого человека Да на земли столько Что это в другом государстве На 100 человек нету Любая Франция и Германия Она сужена в границе Здесь безграничные просторы Тысячекилометровое пространство Научи их петь Святая Русь Я даже не знал Что ты Они ответ Еще не знают Как так Игнать Тихонович Вот вчера Дядь Володя здесь На них строжился Они У меня сомнения Нужна ли им эта песня Нужна Она дойдет до них Дядя Володя Дисциплину С трудом Может удерживаться Я буду приходить Они будут как шелковый Сидеть Вот так стоять будут Стоя будут стоять Вчера На занятиях Вчера смеялись Говорили Ну хорошо ли это Такое что вы здесь Слышите Вы нигде не услышите На другом концерте Новошара не услышите Как о России Говорится Припев какой Восстань Россия Прямо стоянием во Христе Размолоти преграды Прилживейших словес И будешь во главе А не плестись в хвосте Евангелие Вот единственный ответ Да какие еще слова-то надо Ты должен повторять Это как Заметь Заметь У меня такое Всех творят Дьякон возглашает Премудрость Вон мем То есть Распрямитесь Станьте прямо Не в дремоте А как боевые кони Как дальше Готов в бой Через брустверы и ямы Понял Ты кажешь Что такое бруствер Почему мы должны стоять Как боевые кони Это один куплет Сколько включает в себя Ты здесь так много Мог бы подхватить У меня были мальчники Которые книги покупали у меня Интересно Мне вообще-то интересно было Очень это очень интересно Это все баллы Очень Потом я так скажу Нигде я не подражаю Мне просто Бог открыл Я написал эти слова Ты еще музыку не знал Россия не плелась в хвосте Там А ее поставили Сейчас на помойку бросили Закрыли предприятие Все Города пустуют Мы ехали Четырехэтажные здания Деревья растут Брошенные здания Люди за границу Везде бегут Каждый год вымирает По миллиону Нормально? Русский народ По-другому не называли Как народ Простец Народ гостеприимец И все везде О немецкой душе О французской Нигде не говорят А только о русской душе Необыкновенно Русский человек Не вписывается В категории Которые дали Классифицируют Как у Луарьер Куда записать? Он не входит ни во что Это особый народ избранный Тебе непонятно это? Я сейчас скажу Вадь Тебе непонятно это? Понятно все Смотри Занятие Катары-монголы захватили все Угрожают Риму Россия 180-120 лет В пленении И вдруг Мамаева побоище Свернули голову Тахтамыш приходит Разграбит еще Но это уже конец был Наполеон дошел до Москвы Захватил Испанию И все Россия Москва под ногами И армия рушится Гитлер захватил всю Европу Объявил войну всем государствам И в России Подпер до Москвы Остановилась машина Сломали хребет немецкой этой махине Все повернуло назад Из одного этого можно понять Россия это необыкновенное государство Не то что она хорошая Я говорю необыкновенная Как еврейский народ Это у него особая роль У России Это как мальчик для битья Ее бог бьет А ты бери пример Мне не попало Что хотел сказать? Это то что занятия очень-очень медленно идут Потому что маленькие медленно Очень долго пишут Я уже все успел написать И сижу мне нечем заняться Ты написал И дальше что? Шуметь надо? А ты бы сказал Они еще пишут А я сейчас на Иисусе Скорее заучу это Игнать Ильич Илья Игнатьевна Можно пример привести? Вот например Леонида Стала помогать Кому-то помогала Тимофею Писать Он не может Ты скорее взял другую тетрадку Давай я быстрее пишу У меня там вокруг себя сидят Кто быстро пишет Ну впереди где-то Я к примеру говорю К примеру Занятия было чем Они начинают что-то не так делать А то углубился в молитву сразу Перекрестился и сказал Господи Дай силу Владимиру Александровичу Перетерпеть наше вот это безобразие Это невозможно Я разговаривал с одним корейцем Когда я занимался языками Он институт иностранных языков Кореец Ну Что там А он очень умный оказался Он говорит Я учился И говорит Где? В китайской школе А преподавал японский учитель Вообще даже странно Японский Ну у нас же бывает Люди еще ваши И он говорит Ходит У него вот такая линейка Линейка Он опирается на нее Такие линейки я не видал Я говорю Какая она? Она же сломается Нет Говорит не сломается Она в палец толщиной Вот такая вот Представь себе Да это настоящая дощечка И если ты сидишь не так Он так рубанет Тебе говорит Вот это место У тебя вот такой Говорит Валдырь будет Повернуться Можно только на 7 допустим Сантиметров Градусов Вот Больше никуда Руки на столе Вот это дисциплина А я не знаю Что делать Японец знает Что делать Конзев выработать в себе Преподаватель не так Преподает Там опыта Может быть нет Приди к ему на помощь Сразу Вот это Понятно Что ты человек Человек Чело Это лоб Направлен в век Вечности Чело в век Становись А с Пашей Я не знаю Что и разговаривать Если веры нет Зачем говорить Ты больше к нам Лагерь не приедешь Паша Тебе это не надо Потому что Ты пошел Путем смерти Как-нибудь уж Дотерпи Когда баба поедет Становись Наказания для тебя нет Тебя только Стращать судом Божьим А ты это не знаешь Вот сейчас мы остались С Никитой Там двое Мы сейчас делаем Площадку Завалили эту яму В которой Виктор Николаевич Стоял Сейчас сделаем щит Унесем Чтобы на щиту Руководитель мог стоять Видите какая работа Кто возил жерди? Четверо Да? Батюшку видели? Да Что он сказал? Он сказал А что вы так? Он даже расстроился Я хотел на тракторе Забрать Вот это работа Он не ожидал Какие орлы у меня Сколько раз делали? Три? Две За две увезли? Да Молодцы Что сказать Ну молодцы да и все Замечание еще к Тимофею Давай Тимофей Зарядку он плохо делает По какой причине Не знаю Давай Тимофей Тимофей делает зарядку плохо Это правда или нет? Ну да У меня не получается Там Я путал растяжки И еще как-то Так покажи растяжку какую Давай Он путает Давай Растяжка там вот такая Ну нормально Ногу только попрямее делает Вот так А второе Ну надо Ну-ка на другую ногу Все у него Хорошо получается растяжка Ну-ка еще какую Миктор Николаевич Что еще? А еще какое? Какое Я знаю Какое самое трудное упражнение Смотрите Делаете вы или нет? На координацию Вот книги Сказать о таком Команда раз Вторая Два руки вперед Но левой ногой Коснуться правой руки Делаем Делаем Потом снова Назад Опустить У нас начинается Цыган Китанец А потом Правой ногой Левую руку Опять В сторону Обычно Вот так Начинается Колбасить Куда попало Ну-ка Ну еще Кирилл Ну попробуй Сделай Давай Раз Вперед А ты опять же Левой ногой Левую руку Задел А надо Правую Давай Не рез Так В сторону Опускай Еще раз Два Получается Смотри Да нормально Я не думал Что так Еще Когда Воду Носили Ну поливали Мы сегодня Он что-то Как отвернулся В ведро Прям бросил Без воды Только Так У меня Три человека Обогнали Андрея Леонида И Таран А зачем Ведро-то бросать Непонятно Обогнали Его Да Обогнали Его И что это Обиделся Ведро-то Недушевленный Предмет Бывает Женщина Или мужчина Разгневается Дверю Хлопнет По косякам А косяки-то При чем Если ты косишь Куда попало Совсем не при чем Тихий-тихий А что-то в нем Такое Вводится иногда Там это В шереве Или в голове Там с размаха Вот так вот Бросил на землю Бросил ведро Да Капроновое Ну да Ну а как ты сам Считаешь Это нормально Не знаю Не знаешь Тебе это Не рассказывал Ни папа Ни кто Да ты гневаешься Уже ненормально Что они говорят Любой скажет Аня Почему они Обогнали тебя Ну я могу предположить Что они сильнее Тебе Это правильно Более живые Ногами быстрее шевелят Работают активнее Активнее работает Вот и обогнали Я не знаю Подножку надо поставить Пока она встает А ты обогнал У него заноска Там я посмотрел У кого У него Где Ну прям на стопе Где-то он поймал Вчера босиком Ходили они Ну и выкорнули Надо нет Надо еще вытащить Как это так Как нет Ты узнал и так Отпустил его Ну отпустил Здесь просто дела Зарядка молитва Не зарядка Не молитва Первым делом освободить Где она у него В каком месте Ну на стопе Прям Прям заноска Я не видел У него Он говорит Больно там Там черная На заноску Он бы не наступил Это не заноска Он может быть На камушек Да-да Проколол Так Тимоша Это уже у тебя приходит Зло Гнев Нельзя так Ты наоборот Порадовался Какие девочки Но в следующий раз Я буду более бодрый А это что ты на ведро Ну пнул ведро Сломал ведро Ты вообще ничего Не сделаешь Тогда Опаси руки Я тебе говорю Так Я слышал такое Будто бы когда ложатся спать Будто бы не разговаривают Ну вчера пятерых я вывел И девочки так же Девочки будете дежурить Смотреть на звезды Вы знаете сами А ты знаешь Николай Николаевич Куда Я подскажу потихоньку потом Мы сделали площадку такой Где мы делали тогда Разговаривать Говороны они постоят маленько Потом потихоньку с горту их И веди туда И там рассказываем о небе О всем что знаешь А они другим потом Рассказывать будут Мы сегодня говорили Как важно Разбираться Что на тебя дают Что чем тебя кормят Что получается Что у тебя с носом-то Грязь какая-то Это мы пололи Пололи А я думаю поросенка целовали Носом пололи Ну ладно Поточки у всех Все тогда Садимся за стол Сруженики мои Пингвинщики Ширшики Дежурить кто будет? Дежурить кто хочет дежурить? Спросила Не желает Любого Бери первое Начинай дежурить График надо составить Давай Тарас Можно я займусь Создать график Взрослые займутся Взрослые займутся Что ты делаешь? Надя Васильев Так Так Надя Вчера огурцы привез Я не знаю как сделать Огурец на 3 части Разрежьте Чтобы каждый получил огурцы Они все получат Это салати А салати Но я не понял Мне так давайте Потому что это моя еда Мне и дали ее Фрося подвиньтесь Подвиньтесь Мне дали Если бы я заехал туда Не привез И никакого разговора не было Я привез для своих ребятишек Поэтому помните А мне давайте сразу по три Так Одну берем курочку Святой Бога Раздайте тогда Поможите И чашку передайте Так Выпить надо Внимание Сухарями будет еще сут Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас Аминь Ну слава Божия Передайте святую воду дальше А здесь уже Что-то это молитвы Ты выпил? Да Так, давай Кто выпил? Все выпили или нет? Ну что ты выпил? Нет, а лепу воду Тебе Третий ряд Третий ряд Кому лошки не тратим? Хабу ложки не тратим? Деться надо еще Молодую ложку Не забывайте Тут девять или сколько человек Ну я не знаю Я тратлю или у меня еще На лошки Запомнить надо Так, помаленечку Только человек Помаленечку Небольшой Помаленьку подвинься Третий ряд Продвинься туда Быстрее Так, руки не верните только Так, пока покой Не отдельно А сейчас она сейчас будет трясет Давай, Виктор Трясет Давай, братья Вон Когда я тру Это ряд не ставки Потому что стол трясет Третий ряд Он выйдет Реба сюда Мужикам на стол Простите Шарик наш Шарик Ласточки летают Быстрые, стремительные Слава Христу